Особой Михайлы Грамыки, знаковая для Рычицкого района, и, благодаря его намаганиям, в Беларуси распочалась нафта с добыча. Шматликие навыковые працы геолога еще в 30-х годах показали наявность черного золота на территории краины. Однако, кончить работу не отрымалось. Геолога арестовали и выслали за межи Беларуси. Реабилитованный он был в 1957 году, а Леурычицу уже не вернулся. Он первым из научных людей обосновал наличие нефтяных месторождений на территории нашей республики. После него подхватили эту идею еще ряд крупных ученых. Но, к сожалению, война отодвинула сроки развития нефтяной отрасли. А нефтяная отрасль начала развиваться в 1964 году, когда было открыто первое нефтяное месторождение, которое дала промышленную нефть. Жахарка везки «Чорная» Валентина Рыбак – один из тех, кто особистов и узнаемый с Михаилом Громыком. Ее мать, наставница к истории в 60-х годах, засновала краязнавчий гурток, который занимался у тем лику повышением деяностей знакомитого земляка. По его запрошению, невеликая группа школьников отправилась в Москву на встречу с земляком. Это неописуемая была встреча. Хоть вот уже у меня и было тогда, может, лет 12, но это была неописуемая встреча. Это люди, которые, вы знаете, не знаю, никакие там не зазнайки, никакие там не то, что они там какой-то наживе стремились или какой-то славе стремились. Нет. Это была такая обстановка, которая, ну, словами не выскажешь. Как говорится, с родными людьми можно так не встречаться, как мы встретились с этим искренним человеком. Кабушиновать память знакомитого ученого, який так само заявлялся письменникам и поэтам, у вёсцы Чорная было принято решение об усталевании памятного знака. Инициатива заходила от мясового краязнавца Дмитра Янкова. Ей подтримал депутат Палаты представников национального схода Республики Беларусь по Раджицкой окрузе Баляслав Перштук. До реализации доучились районные улады и предприемства. Пришла идея обратиться в райисполком, позвонил на горячую линию для того, чтобы увековечить память какой-то хотя бы памятной доской. Потому что других материальных свидетельств не было, того, что он здесь родился. И решили вот на валуне, которую привезли, помогли к Беларусьнефть установить эту памятную доску. На финальном этапе огромное спасибо хочу выразить Перштуку Болеславу Казимировичу за его поддержку. И без его помощи, наверное, сегодня бы ничего не состоялось. Гранитный валун, в агой неколький тонн, был привезен из супрацелеглого берега Днепра. На металличную шильду нанесены биографичные известки нашего знакомитого земляка. Памятный знак разместился побоч с малявничим местом. Михайло Громыка захоплялся мясовыми краевидами и шмат об этом писал у вершах. Дмитрий Котов, Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гумель».